Мамонтовский розарий Глория Плорибунда. Сотни различных сортов с уникальным ароматом. В советскую эпоху подобный розарий украшал каждый райцентр. Сегодня сохранился только в Мамонтово. Но и он с каждым годом теряет свой первозданный вид. За 30 лет сильно поредел, а 2000 кустов осталось всего 600. Здесь вот такие красные розы шикарные стояли просто. Вот они не с рост человека были. А почему они все сломали? Вот смотрите, видите, вот срезанный, вот куст все. Выламывают и вытаптывают местные вандалы ежегодно, рассказывает дизайнер Елена Шимко. Но в этом году с какой-то особой жестокостью. Пострадали практически все кусты. Вот иду утром на работу и каждый день вижу, что там сломан куст, там сломана ветка. Либо просто валяются ветки сломанные, засохшие, по розарию разбрасывают. Подарки любимым рвут даже средь бела дня. Наказание – покупка новых корней. Но этого недостаточно, считают сотрудники розария, которые в буквальном смысле вкладывают в цветочный остров душу. Пропалывают, обрабатывают от тли, подготавливают к зиме. В этом году благоустраивать розарий стало еще сложнее. Цветоводов почти не осталось. Людей уволили с 1 августа. И осталось два человека. Вот я и еще у меня есть рабочие. Мы вдвоем вообще ничего не успеем. Розарий сейчас зарастает сорняком. Прохожие засоряют его мусором. Некогда прекрасный уголок постепенно превращается в место, которое хочется обходить стороной. Но цветоводы верят в лучшее, в то, что сельсовет вернет сотрудников. А вандалы тысячу раз подумают, прежде чем протягивать руки к прекрасному. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.